Напомним, в 2020 году в Ахтубинском районе реализовывалась региональная программа проведения капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Астраханской области. Это стало возможным за счет механизма софинансирования. 70% выделялось из фонда капитального ремонта, 30% доплачивали собственники. Наглядным примером стал дом номер 7 по улице Огурина, где три года назад установили новый подъемник стоимостью более 2 миллионов рублей. Здесь был произведен комплекс работ, включавший в себя полную замену силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта, оборудование в лифтовой шахте. У этого подъемника мозги, как выразили специалисты, итальянские. У нас эксклюзивный лифт европейского производства, вправе сказать жильцы. Их срок работы 5 лет, однако в этом году устройство в первом подъезде вышло из строя раньше положенного. В конце мая этого года вышел из строя энкодер лифта подъезда номер 1. Так как этот энкодер производства Италия и в связи со сложившейся ситуацией в стране, Каравчаровский завод, который этот лифт и поставлял, он в течение 4 месяцев не мог нам поставить энкодер. Энкодер пришел только лишь в конце сентября, он был заменен и поэтому лифт заработал. Мы, конечно, приносим свои извинения, мы понимаем, что 4 месяца подниматься на 9 этаж тяжело, но это обстоятельство, ну как бы не от нас зависела работа этого лифта. Ранее, годом назад, такие же энкодеры вышли из строя во втором и в третьем подъезде. Но там вопрос решился быстрее в течение месяца, потому что на тот момент не было санкции. Поставки с Италии были, видимо, быстрее организованы. Действительно, санкции и скачки курса валют замедляют темпы замены лифтов и запчастей к ним. А некоторые иностранные производители подъемников и вовсе объявили о приостановке деятельности в России. А между тем, подъемных устройств, находящихся на грани срыва в стране и в Ахтубинске, в частности, немало. В связи с чем Министерство промышленности и торговли России решило установить взаимовыгодное сотрудничество между производителями лифтов из России и Беларуси. В рамках этой инициативы российские компании уже начали использовать белорусские комплектующие при производстве своих лифтов. А белорусские производители пользуются российскими компонентами для своих изделий. При этом такие лифты по техническим характеристикам уже давно не отличаются от иностранных аналогов. Лебедки производятся на новом современном уровне с использованием новых материалов. Стальные детали тоже на современном уровне изготавливаются на современном оборудовании, гибочном, универсальном. Новые узлы безопасности установлены в этих моделях лифтов. То есть на случай падения есть такой узел, как ловители называется. Все думают, что у лифта могут оборваться канаты. Это не есть так на самом деле. Канаты рассчитаны с определенным запасом прочности. Даже если это произошло, лифт удержится ловителем. В скором времени новые подъемники белорусского производства появятся в доме номер 9 по улице Огурина. Подрядчики уже определены. До 1 февраля они разработают проект лифта, после чего и начнется его установка. Однако замена старого устройства будет произведена уже за счет средств фонда капитального ремонта, который, как мы знаем, формируется из носов самих жильцов. Для справки, средняя стоимость пассажирского лифта – 3 миллиона рублей.